Всем моё почтение, друзья! И сегодня, 7 мая 2022 года, канун памятных дат победы мирового сообщества над фашизмом, нацизмом, я хотел бы высказать своё мнение по поводу таких вот событий. Все знают трагедию Мариуполя. Это трагедия мирового масштаба, где Россия совершает огромное злодеяние, уничтожая, просто стирая с лица земли мирное население, город, его защитников, украинских героев, воинов. И вот в связи с этим я хотел бы высказать своё мнение по поводу того, что привело вот к этой трагедии. А привело то, что вот на последних выборах у местные советы в Мариуполе горожане фактически 90% горожан проголосовали за ОПЗЖ и другие олигархические партии Наштра и там тому подобное. По сути фактически голосуя те, кто голосовал за ОПЗЖ это голосовали люди фактически за Россию за пророссийскую партию так как это было чётко, ясно и всем известно. Я лично считаю, что вот эти голосования на местных выборах Верховную Раду это тот маленький корень, тот маленький зародыш, который сейчас вот вылился в такую вот огромную трагедию. Более того, скажу, что даже партия «Слуга народа», которая не являлась такой слишком уж проутроинство, националистическое, и то не набрала проходного так сказать процента в местный совет Мариупольского горсовета. это о многом говорит. Вы спросите, такое отношение имеют какие-то местные выборы в городской совет, если эта война, Путин напал. Понятно, что Путин напал, но на основании чего он нападал? Смотрите, там где-то 40 с чем-то процентов голосовало за ОПЗЖ. Фактически голосуя за Кума и Това Киеву и тому подобное. Это фактически был соцопрос лояльности населения к России. Вы думаете, что на этом тоже строилась вот эта агрессия расиста? Это мое такое субъективное мнение, мнение простого человека. А вы вот что думаете по этому поводу? И самое главное, хотел бы выразить свои соболезнования всем погибшим, всем пострадавшим мирным людям, мирным жителям, вне зависимости кто за того голосовал. Я ни того не осуждал, это огромная трагедия. Но все-таки это очень большое имеет значение и надо знать причины, чтобы потом не повторить те же самые ошибки. Это мое мнение. А вы что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях.